А ну что-то не будет думать, а просто глянуть взгляд, там же был острый цвет ноты у Макшина Давай заходим. Морозевич, Макшинь. Все партии интересные. Игорь Щук, наверное, побеждает, да? О-о-о, тут изменения большие произошли. Существенные изменения. Итак, что это было? ДЕ, Ферзь С3, Конь Б2. А не пошел Ферзь А6 почему-то, да? А мы смотрели Ферзь А6. Может, не успел посчитать, уже немало было. А может, это ничего не дает? Не знаю. Ферзь А6 напрашивалась. Ну хорошо. Ферзь А6 напрашивалась. Конь Б2 явно странный ход. Когда заход странный на Д3 идет. Ну хорошо, понятно, что он идет на Д3, но тем не менее, возвращается. А, А4 возвращается. Ладья Б8, Ферзь В8, Ферзь Е2, Конь Е3. Слон Ф6. Слон Ф6 напал еще раз. Слон Ж2. Что за позиция? С одному богу известно. Ну и мы сейчас разберем все в ней. Нет, но улучшилась позиция белых. Улучшилась, да? Улучшилась, конечно. Ферзь Е6. Потому что вот эта ладья исчезла, главное. Ладья очень-очень тревожила, да. Ферзь А6, наверное, было, мне кажется, сильнее, чем... Ну, времени мало. Вот цвет ног... Ферзь А6 выглядел сильно, да. Вот этот вот цвет ног... Ферзь А6 выглядел сильно, потому что с темпом выводилась фигура. А что было больше Слон Ж2 Макшей? Он сделал какой-то ход. Слон Д4, Слон Б8 Е4, ага. Вот позиция стоит. Слушай, ну все равно все партии Макшей, но это как-то боевики интереснейшие, да? Да. Что, и Ф5 надо пойти, нет? Не знаю. Я бы пошел на Ф5. Ферзь расчищает, да, диагональ? Ну, я не знаю, Ф5 не хочется. Как хочется, наоборот. Почему? Мы еще на Ж4 поле получаем. На Ж7 не грозит ничего. Слона выгоняют с хорошей позиции. Да, но Слон Д5 же просто. Вот Слон Д5 это надо считать здесь. СД, ЕД, я не знаю. СД. Конь Ж4, Слон С5 хочу. Может быть. Может быть. Посмотрим. Посмотрим, что сейчас сделает Люп. По-моему, Ф5 не пошел. Ну, какой-то ход сделал. Согласно правилам Шахмата. А, он пробил на Ф4. Вот так вот, да? А, ну это силовое решение такое. Силовое решение, да. Идея очень простая. Есть еще и Слон. Ну, что-то мы вообще в этой партии не видим тактику. Не видим тактику, чем, да. Так, разволновался сейчас. Нет, тут нельзя бить на Ф4, конечно. Оставлять короля в беззащитном. Конечно. Король совсем, совсем. Конь Ф4, да. Ферзь Д2, может быть, как-то. Волнуется Люк. Ну, и мы тоже вместе с ним. И мы волнуемся вместе с ним, да. Потому что… Ферзь Д2, Ферзь Е5. Это вам, ребята. Ферзь Е5, это матом пахнет белым. Ой, пахнет матом. Слушай, как интересно играет Мак Шейн. Ну, интереснее, чем сборная России по футболу, да. Существенно. Может быть, даже интереснее, чем сборная Англии по футболу играет Мак Шейн. Может быть, да. Может быть, да. Люк Мак Шейн, мои господа. Если он сейчас в таком силовом духе выиграет Тумар Азевича еще… Слушай, коль бы этот F4 нанес удар, который не бросался в глаза тоже. Ну, он несложно. А сколько времени у Мак Шейна? Вот это… Это ключевой вопрос. Вот это вопрос ключевой. Ключевой вопрос. Сколько времени осталось на часах коль у Мак Шейна? Давайте покрупнее посмотрим этих ребят. подозреваю, что около минуты или что-то в этом роде. Да, слушай. Минута 41. А, ну, уже сравнялись по времени. Нет. Минута 28 у Мак Шейна, у Мак Шейна, у Мак Шейна минут 35. Ну, фактически сравнялись. То есть, а минута с небольшим, да. Полтора минуты. И осталось по 8 ходов. Давай посмотрим, наверное, эту партию. Конечно. Эту партию не было смотреть. Потому что тут всего 30 нот уже. Никуда не уходить, ребят. Давайте смотреть Мак Шейна. Все пять партий играются перед самым контролем. Да. Там тут не дают они расслабиться. А сейчас, мне кажется, что-то я не вижу хода за белых. А хода? Ферзь f3. Морозевич его тоже не видит. Ферзь f3. А, ферзь b2 тогда. Ферзь f2, ферзь f2. Вообще тут не безнадежно ли у белых? Свой там вопрос. И не было бы ошибки за белых, когда он сбит на e4 эту пешку несчастную? Или слон g2? Нет, если не бить ее, так f5 пойду. Значит, хоть сам слон g2 может быть ошибкой? Если не бить, так f5 пойду. Да, но… Слон f4 сложнейшая позиция. Уже меньше времени, дамы и господа, у Александра Морозевича. Да, тут есть ему над чем подумать. Рука дрожит и трясется коленка. Очень волнуется Макшейн. А что делает с рукой сейчас Александр? Александр пропустил, конечно, этот удар. Комбит f4. Немудрено удар не бросается в глаза. Не знаю, я-то думаю, что… Ферд2, ферзь e5 и что, слон f3 надо ходить как-то так? Ферд2, ферзь e5, слон f3… Ну да, как облако сфигло, да… А как еще? Ферд2, ферзь e5, слон f3, другого не видно. Нет? О, джеяев. Джерев он бьет. Джеяев он бьет. Фердбет f4, сразу отвечает люк Макшейн. Ну да, естественно. Слон g3, надо ходить видимо. Ну, нет, да. Король f3 это совсем не хочется. Никонечно в чем плюс, да. Вот он ходит слон g3, по-моему. Ну да, слон g4, очевидно. Ферсов 6 шаг тоже? Да, ферсов 6 нет, ферсов g4, и он ходит куда-то, слонов куда-то, по-моему, слонов 2, что ли? Нет, как-то быстро здесь, а нет, ход пока, чей ход? Покажите крупным планом, если можно, нам. Нет, мы не увидим этого. Не увидим, да? С другой стороны, с часами. С другой стороны, да, потому что тут вообще... Да, и теперь покрупнее чуть-чуть. В смысле, помельче, наоборот, помельче чуть-чуть. Часами уже ясно. По полторы минуты в обоих примерно. Доска не видно. Ваде е1 сделал. H1, да? Нет, е1. Ваде е1. Да. Позиция тут носит что? Раз, два, три, пять. Позиция носит выигранный хорошо. Три пешки у черных. Вот, отлично. Да, вот это хорошо. Ваде е1. Давайте так и смотреть. Никуда не уходим. Очень волнительная партия. И Люк Макшейн. Черные близкие к победе, безусловно. Безусловно. F5 можно пойти. Вот я даже думал, не пойдет ли он F5 сейчас. Смотри, а стол-то трясется. F5 напрашивается. Святой источник. Видишь, как поплавочек. У белых в принципе. Грищук выиграл, я уверен. Грищук, да. С довольным видом Анатолий Авраамович Быховский. Подписывает бланки. Его ученик Александр Грищук. Ну, конечно, бывший один из сильнейших. Или ученики бывшими не бывают с другой стороны. Гроссмейстеров России. Добился важной победы в принципиальной партии над Нагомурой. Грищук теперь в 50% вышел. Чуть я не вижу, кто из лидеров там вообще плюс наберет. Так глядишь и с 50% может быть на первое место презентовать. Я предсказывал, да. Это развитие сюжета. Думает Люк. Нет, но F5 очень сильный ход здесь, по-моему. Когда появится Александр Грищук в ферс-центре, мы переключимся. Но сейчас цепнотик досмотрим. Нет, нет, не ходит он F5. А куда-то он F5? Потерял немножко управление полетом. Может, сильнее ход сделал намного, чем F5? F5 был очень сильный ход. Вряд ли тут есть более сильный, чем F5. Не знаю. Ну давай, F5 он пошел, F5 пошел. Он уже много раз убедил нас в том, что он великолепно ориентируется. Ну здесь позиция достаточно простая. Ну что, там конь G4 и зашел, и замотал. Ну F5, тем более конь G4 грозила. Это правда. Что-то ему не понравилось. И F4, и все что угодно. После F5 нет защиты у белых? Это я абсолютно уверен. Мне тоже так кажется. Видимо, что-то он там умер в виду все-таки. А что он мог иметь? Не знаю. Не, F5 выигрывала просто, давайте скажем честно. Потому что белых нету ходов никаких не было после F5. Вообще нету ходов. Ну это может быть и сейчас выигрывает. Может быть и сейчас. Но как-то это выглядит не так убедительно. Не так убедительно. Соглашусь с тобой, да это странно. 40 секунд остается у Грии у Морозевича. 35 вот мы видим уже. Слон пошел на D6. Слон D6 защитился. От чего он защитился? От чего, непонятно? Да нет. Сейчас напрашивается ход E5 такой, да? Да, E5 чтобы отсечь. Отсечь слона от базы. Отсечь слона и спокойно замотовать оставшимися фигурами. Это, кстати, ход… Ну напрашивается, но. Ну как-то вот мы видели вчера, что он не находит оптимальных решений очень часто. Уже выигранных позиций. Уже выигранных позиций. Кстати, E5 вот ход как раз очень убедительный. Сделал он его? Не знаю. Или какой-то шаг дал? Конь G4 дал шаг. Ну может быть после. А, что после? Ферс F5, слон D6. Конь G4 шаг, король G2. Конь G4 шаг, король G2. Ну может конь E3 повторить, конечно. Он может быть так и сделает, он любит повторить в играх позиций. Это мы вчера видели, да? Вчера наблюдали, да-да-да. Конь E3 шаг. Конь E3 шаг, да. Ну правильно, когда времени мало, надо повторять, накапливать. Так, вот это что-то было. Широкая спина арбита. И по реакции Морозевича, если Морозевич задумается здесь, то значит ему не нравилась эта позиция. Ну нет, ну что тут может нравиться? Я имею в виду, ну… Конь G4. Я имею в виду… Ну конечно так. Конь E3 шаг. Конь E3 шаг дал. Куда пошел Морозевич? Лук. На H2 по-прежнему он пошел, да? Да, на H2 по-прежнему он пошел. Ну что ему остается? Ну E5 тут надо ходить. E5 надо ходить. Да, E5 сделал ход, молодец. Люк Макшейн, он… Это человек, который подставляет нам первоклассное шоу на этом турнире. Просто интереснейшая игра. Как говорят в России, просто красавчик.